Приветствую всех! Сегодня я расскажу вам замечательную историю о том, как быстро переобуваются альтернативщики. Но сначала краткая предыстория. Примерно три месяца назад в комментариях под видео одного известного плоскоземельщика я предложил провести совместный эксперимент по наглядному подтверждению наличия кривизны земной поверхности, а именно съемку Никольского морского собора в Кронштадте, находясь на берегу Финского залива где-нибудь в Санкт-Петербурге. Даже указал примерные координаты места съемки и примерную дату, а также указал, что должно произойти в зависимости от того, окажется земля плоской или все-таки шарообразной. Не будем обсуждать реакцию на это предложение, хотя она и ожидаема. Лучше перейдем к сути. Проходит примерно полтора месяца и на канале одного альтернативщика выходит видео с экспериментом в точности повторяющим мое предложение. Совпадение не думаю, но все возможно. И вот тут начинается самое интересное. Эксперимент показал, что загругление есть. Собор, находясь примерно в 25 километрах от наблюдателя, ожидаемо скрылся за горизонтом. Причем именно настолько, насколько и должен на шарообразной земле. Вот это поворот. На автора тут же посыпались комментарии в стиле, да ты все не так делаешь, это ничего не доказывает, ты не учел волны, ветер, линзирование и так далее. В общем, срочно переделать. Не знаю, такой ли реакции ожидал автор, но видимо на то он и альтернативщик. Ему просто не положено топить за идеи официалов. Да и подписчики так могут разбежаться. Нужно что-то делать. Не проходит и пара дней, как он выпускает второе видео. Повторяет свой эксперимент и о чудо, земля из шарообразной внезапно стала плоской. Можно расслабиться и выдохнуть. Ну, по крайней мере он так решил. И часть комментаторов кстати тоже. Хотя если присмотреться повнимательнее и прислушаться кстати тоже, то выясняется, что он снова доказал шарообразную землю, только сам не понял этого. Ну или понял, но не стал расстраивать своих подписчиков. Для понимания, вот кадр из первого видео, а вот из второго. Автор нас уберяет, что собор в этом видео, ну, совсем, ну, ни капельки не скрылся за горизонтом. А то, что в первый раз, так это волны и линзирование, тут понимать надо. А почему такая разница, если расстояние практически тоже самое? Ну, подумаешь, какая мелочь. Первый раз снимали прямо у воды, практически на нулевой высоте, а второй раз с высоты нескольких метров. Судя по месту съемки во втором ролике, там только от воды до уровня дороги, 2-3 метра, плюс высота камеры. Ну, пусть будет всего 3 метра. Зачем нам брать в расчет такую сущую мелочь, правда? Как бы не так. Вот и калькулятор говорит, что эти самые метры существенно влияют на результат. При съемке с высоты полуметра должно скрыться 33 метра высоты собора. А при съемке с высоты 3 метра всего 23. Разница почти в полтора раза, что мы и видим в результате. Все по научному методу. Эксперимент проведен, эксперимент перепроверен. Поздравляю, земля шарообразная. Дополнительно пара кадров. Вот автор снимает колонны водозатворов на дамбе. Их высота около 30 метров. Вот так они выглядят вблизи. Ожидаемо с расстояния 25 километров видны только самые вершины колонн. Ну и вернемся к этому кадру. Тут автор утверждает, что ничего не скрылось. А если посмотреть внимательно, да еще и сравнить с тем, как этот собор выглядит с этого ракурса, так сказать, в полный рост. Специально не называю никаких цифр. Высота здания, а также его возвышение над уровнем моря есть в открытых источниках. Ну и еще пара штрихов для наглядности. Готово. Ну что, действительно ничего не скрылось? Думаю, ответ и так очевиден. В любом случае, мое по чтению автору. Так быстро переобуться, это надо уметь. То же самое касается и комментаторов. С такой скоростью разворачивать диваны, менять отношение к содержимому видео, хотя по сути ничего не поменялось, ну кроме названия. Молодцы, одним словом. Им важно, чтобы подтверждалась их точка зрения, а не то правда в видео или нет. Двойные стандарты? Не, не слышали. Ну и для многих из вас тут никакой сенсации нет. Изворачивание фактов, двойные стандарты и ложь – это то, на чем держится вся альтернативщина, включая и всеми нами любимых плоскоземельщиков. Ну а теперь вернемся к моему предложению. Хотя меня и опередил данный альтернативщик, я от своих слов не отказываюсь и повторяю свое предложение. Предлагаю провести совместный эксперимент. Суть его я повторять не буду, думаю и так все поняли. Приглашаю поучаствовать всех желающих, в особенности плоскоземельщиков. Без них будет неинтересно и чтобы потом не было обвинений в подделке. Думаю, можно даже оставить место съемки тем же, что и у нашего замечательного альтернативного переобувальщика. По технической части все беру на себя. Зеркальная камера с зонообъективом и хорошим штативом имеется. Хотите взять что-то свое? Я не против. Дату можем обсудить, но я по-прежнему планирую это сделать в ближайшие дни, в первой половине июля. Для удобства координаты, дату и время я укажу в закрепленном комментарии. Естественно, что-то может поменяться, например, отспортится погода или появятся какие-то неотложные дела, так что дата и время могут меняться. Но в любом случае эксперимент будет проведен. Со свидетелями или без. Итак, жду в комментариях ответы на мое предложение. Только без спама, пожалуйста. Заранее оправдывать результат линзированием, влажностью, волнами или чем-то еще тоже не стоит. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.